доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити вам наверняка известно что научно прикладной центр акме работает в основном большинстве своем с предприятиями атомной отрасли россии кроме того у нас есть некоторые предприятия занимающиеся перевозкой транспортировкой ядерных источников ионизирующих излучений и так далее свои деятельности по психологическому направлению мы опираемся на ряд постановлений правительства министерских указов постановлений и так далее я уже снимал видео по этому поводу если у вас будет такая заинтересованность я готов повторить тот перечень из буквально десятка документов благодаря которым существуют мы существуем мы ну и кроме того еще по нашим данным на данный момент 32 лаборатории психологического обеспечения в российской федерации всего предприятий которым необходимо получать те или иные лицензии или как-то взаимодействовать с министерством атомной промышленности на по нашим оценкам по нашим данных данным их в россии 835 то есть это различного различного рода организации транспортные и ядерная переработка сборка разборка ядерных боеприпасов предприятия добывающей отрасли нефтегазовых предприятий и так далее так далее так далее значит по нашим данным их 835 им всем необходимо проходить психологическое обследование проводить их для своих работников с целью получения разрешений ростехнадзора на право введения деятельности в области опасных технологий опасных профессий но сейчас видео несколько не о том а видео о том что у нас помимо наших российских отраслевых каких-то документов постановлений и так далее существует в мире существует мага т международная организация по регулированию контролю за ядерной энергетикой у нас лаборатории есть перечень из 13 документов которые это дело организуют то есть определяют и так далее на ваших экранах уважаемые контрагенты заинтересованные лица вы сейчас можете видеть некие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии этот документ создан на основе как раз упомянутых мною документов мага т всего их у нас в лаборатории в архиве 13 вот я иду от этого документа закрой его просто напросто и хочу вам показать вот такие папочки то есть это те документы папочки да то есть в этих папочках где-то один документ где-то несколько документов которые определяют значит вообще взаимодействие мировое определение того что и как делается в области ядерно-топливных технологий ядерной топливной энергетики не только топливной но и других каких-то областях связанных с источниками низирующего излучения ну давайте вот допустим вот инсак 15 такого документа определяющий по постановлению мага т давайте его попытаюсь открыть значит ключевые вопросы практики повышения культуры безопасности то что определяет вот здесь вот внизу наверно плохо видно международное агентство по атомной энергии вот такой документ инсак 15 это можно сказать неком смысле но это доклады там участников этого мага т значит определяет основные принципы культуры безопасности в том числе и культуры безопасности человеческого фактора организации всего таких документов у нас лаборатории мы с ними знакомимся изучаем внимательно он их у нас 13 вот таких папочек чтобы вам еще показать значит если немножко забегая вперед лидерство в управлении безопасности забегая немножко вперед должен сказать что если у вас будет такая потребность пишите мне значит на электронную почту вы ее знаете на нашем сайте все наши контакты есть brain.ru собака gmail.com или lpfo.org собака gmail.com гугловские почты давайте вот этот документ еще инсак 4 так вот он выглядит всего у нас их 13 документов посвященных требованиям и различного рода регламентациям деятельности предприятий в российской федерации которые должны соблюдать вот эти самые требования мага т в данном случае речь идет об охране труда безопасности и так далее вот такие вот у нас есть документы они касаются опять же обратите внимание тут у нас упомянутый мага т ирау и с и газпром и так далее так далее так далее подобные вещи документы основополагающие основа основ то есть вершина ну не сказать что законотворчество то есть законотворчество российской федерации несколько другими документами в этой области определяется но тем не менее 13 основополагающих документов мага т у нас лаборатории присутствуют пишите мне на электронный адрес lpfor.org и я вам на почту смогу эти документы скинуть чтобы инженер главный инженер вашего предприятия инженеры по культуре безопасности техники безопасности знали и понимали на чем основываются те самые российские документы то есть они же не откуда то тоже взялись они взялись вот из как раз из работ и умнейших в общем-то мужиков которые собрались там значит мага т и в общем то выпускают вот эти документы исходя из которых живет весь мир не только россия но и другие страны европы и евросоюза америки даже и так далее так далее так далее на основе этих документов мага тэшных сформируют формируются и другие указы постановления правительства российской федерации каких-то отраслевых значит основополагающих документов но в основе всего еще раз повторюсь лежит как раз вот эта документация мага тэ на этом пожалуй все пишите звоните поделимся всем чем сможем на этом все благодарю за внимание и удачи